Ну, лично я за себя могу сказать, что я теплолюбивый житель, поэтому для меня вот чем теплее, тем лучше. Поэтому зима – это время утепления, действительно. Это шубы, валенки, варежки, все, что только может помочь в этом. Вот, покупаешь все это? Ну, а куда делиться? Покупает все это. А как правильно покупать шопица зимой, чтобы было не только тепло, но и модно? Этот совет нам даст стилист, имиджмейкер Елена Бер. Доброе утро. Здравствуйте, Елена. Начнем, наверное, с самой популярной у девушек, у женщин детали гардероба – это шубы зимой. В России очень все любят шубы, и все-таки сейчас, говорят, популярны искусственные меха, да? Да, сейчас популярны искусственные меха, яркие расцветки. Но вот я как раз в выходные была на Зюраткуле, и температура там была минус 29, и мне очень помогла моя норковая шуба. Потому что мне было совершенно в ней тепло. Я и вместе, там, со мной собачки бегали, всем было тепло. То есть искусственная шуба модная, красивая, яркая, но не для наших морозов, так? Ну, конечно, она вот такая, больше декоративная. Хотя, конечно, когда вот у нас достаточно теплая погода для зимы, разноцветные шубки, голубые, розовые, желтые, очень украсят наш не очень цветной город. То есть все-таки цветной мех носить можно, потому что многие критикуют, что вроде как мех, он должен быть и классических цветов, не розовый и не желтый. Да, ну, сейчас розовое пальто, то есть хорошо быть девушкой не только в розовом пальто, но и в розовой шубке, и в розовом пуховике. А для мужчин актуальна шуба сейчас? Ну, в общем-то, можно, конечно, поносить, но у нас это не принято. Да, кстати, как-то редко встречаются. Не, ну я видел таких модников, это так круто. Забавно. Мне кажется, круто. Человек, который, мужчина, который может надеть шубу, это смелый человек. Да, это экстравагантно. Да, вот что касается обуви, ну, валенки у нас традиционно считаются теплыми самыми, можно ли их носить, модно ли это, и чем их можно заменить? Сейчас же есть всякие вот такие валенки, там, со стразами, еще с чем-то. Ну, да, в этом сезоне мода как раз благоволит комфорту, то есть пришли в моду снова всякие олени, там, норвежские рисунки на свитерах, то есть вот уют, тепло, очага и так далее, то есть это прямо вот целый такой тренд, и поэтому мы видим даже и в летних, и в осенних моделях, там, туфли с мехом, тем более валенки, сапоги с мехом, уги с мехом, то есть прямо с такими большими пушками, то есть это и уютно, и модно, и красиво, и тепло, главное. А меня, знаете, что удивляет сейчас популярно очень, я даже не знаю, как это называть, мюли, что ли, про них говорят, когда тапочки с мехом, то есть это как бы и не летом носить, и не зимой получается, потому что... Ну, это просто вот такая мода, понимаете, ее можно приспосабливать и летом, конечно, но в нашем лете уральском она смотрится вполне нормально, то есть шлепанцы с меховушками и стеганный халат такой, плащ, мы могли это встретить, и люди прям пугаются, что этот человек не переоделся, на самом деле это очень модно и стильно. Вот вы сказали уже модно и стильно, олени вернулись, да, на свитера, на режские узоры, что еще особенно популярно, особенно модно в этом сезоне зимнем? Пуловеры какие-нибудь, кардиганы. Кофты! Кофты. Ну, красный обязательно должен быть у вас пуловер у мужчин, а у нас тотал лук, то есть мужчины могут добавлять модный красный, там, гренадин, другие оттенки, какими-то деталями, а женщина, если хочет быть модной, она должна быть с ног до головы одета в красное, или там с ног до головы одета в джинсовое или в бежевое, тотал лук в моде. Но мне хотелось бы все же отметить верхнюю одежду, поскольку холодно, очень популярны и модные пуховики одеяла, то есть практически как будто вы и не вылезали утром из-под одеяла, просто слегка в него обернулись. А то, что они фигуру, он бесформенный, но многие говорят, минус в том, что ты как мешок в нем, и не видно ни талии, ничего. Ну, это трэш. Можно додумать. Да-да-да. То есть вот сейчас оверсайз в моде, то есть снова приходят там широкие плечи, свободные фасоны, вот эти пуховики, и все такое комфортное. Ну, время удобства. Так еще же большой плюс в этих бесформенных вещах, что они очень теплые. Да-да-да. Много места внутри, можно по двое ходить. Можно по два свитера надевать. По два свитера. То есть мода прямо приспособлена под наши холода. Вот, это было, конечно, гораздо труднее сделать несколько лет назад, да, когда мы носили все узкое, там подворачивали штаны, не носили носки и так далее. Сейчас все, можно все снова надеть. В общем, заставляйте бабушку свою вязать себе носки, свитер с оленем или красный пулловер. Все это модно в этом сезоне. Можете прямо в одеяло заворачиваться. И даже просто в одеяле можно ходить, да. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях была стилист и миджмейкер Елена Бер. Одевайтесь стильно и в то же время тепло, главное. Продолжение следует...